Богу хвала вовеки Чудо-чудо творение Твоё, Господи, Береги тело Твоей, Боже, сил. Славу отстают все горы и ворони Бог, Солнце и звёзд в утра в ночи, Славу мою, Творцу своему. Солнце и звёзд в утра в ночи, Славу величию Богу хвала вовеки, Богу хвала вовеки, Береги тело, Господи, 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 Безвой, безвой, Идуй, идуй, Идуй вся земля. И родители с детками, пожалуйста, пройдитесь сюда, чтобы мы благословили ваших деток, благословили вас, и Господь вас благословил на этом месте, чтобы мы помолились и прославили Господа вместе с вами. Номер 464. Слава 464. Слава 474. За которыми я должен жить, Которым должен я любить. Всегда лишь мыслью занят я, Что я и вся моя семья Возвитый в сердце нашим храм Твоим спасительным словам. Отвели в сердце нашим храм Твоим спасительным словам. Тебе, как жертву, отдаю Тебя И всю мою семью. Услышь, Господь, мальку мою И благодать из ней свою. Услышь, Господь, мальку мою И благодать из ней свою. Благословен наш Господь, братья и сестры. Слава Ему. Мы очень благодарны Богу, который дает нам такое служение. Нам есть о чем радоваться. И мы видим, что прежде всего наше желание, которое мы имеем, чтобы благословить наших детей, мы видим, что самое большее желание это у нашего Бога благословить наших детей. Бог свое создание доверяет нам, родителям, в наши руки давая, когда новый человек приходит в этот мир. И Бог доверяет нам воспитывать. Конечно, здесь есть определенная, как сказать, и риск тоже, потому что мы разные родители. Чему мы научим наших детей? Но Бог все равно доверяет нам быть родителями, быть отцами, матерями, чтобы мы научили их знать Бога, чтобы мы научили их поступать по Божьим заповедям. И вот от начала ихней жизни Господь вверяет их в наши руки. Благодарение Богу, что Он дает нам эту доверенность. Но мы видим в этом и то, что мы нуждаемся в Боге, чтобы воспитывать наших детей. И мы также приносим их к Богу, доверяя Богу нашему, чтобы Он был во всем зачинателем, руководителем в этом воспитании. Мы, как люди, мы не все знаем, мы учимся, мы сами познаем. И Господь в этом управляет и направляет наше сердце. Это хорошее служение. И Бог хочет, чтобы мы посвящали своих детей от самого раннего возраста приносили к Нему. Мы видим, это было в служении Иисуса Христа, когда матери доверяли своих детей, давали Ему в руки, и Он благословлял. Это записано в Священном Писании. Но мое желание, как иногда мы это делаем, прежде чем мы будем молиться и совершать эту молитву, и я буду говорить немного слов об этом служении, я бы хотел, чтобы мы сейчас услышали имена наших детей, за которых мы будем молиться. Они сами, конечно, не могут это сказать, понятно. Родители будут громко, внятно для нас говорить их имена. Нам приятно услышать их имена. Я возьму микрофон и каждому из родителей подам, чтобы вы назвали имя своего дитя. Исайя. Исайя. Рубин. Андрей. Даниил. Дженнифер. Мила. Слава Господу. Прекрасные имена. Очень прекрасные имена. Слава Господу. Слава Господу. Я буду говорить слово, которое, конечно, не так будет много обращено к маленьким детям. Они поставлены в пример для нас, для взрослых. Иисус обратил внимание наше взрослых на детей. И поставил их в пример для взрослых. Дети, конечно, они только нуждаются в чем? Молоко, вовремя поесть. И чтобы, как большой дядя, долго не затягивал для них, чтобы они вовремя и легли спать. Это присуще каждому младенцу. И Господь так устроил, что младенец нуждается и все время просит и просит. И как бы родители, заботясь о нем, они никогда не чувствуют, что ничего себе, сколько он хочет. Они всегда понимают, что дитю надо, и они стараются удовлетворить его нужды. И в другом месте указано то, чтобы мы не были как младенцы. Есть и такое место Писания. В Писании написано, чтобы мы не были колеблющимися, как младенцы. Младенец, он не различает, где опасность, где неопасность. Он тянется, только увидит что-то заблестит. Он туда может протянуть свою руку, хотя там может быть опасность. Слово Божие нас учит, чтобы мы не были колеблющимися. Когда мы стоим в вере, мы уже... Писание хочет, чтобы мы познавали, возрастали в познании Господа и не были колеблющимися. Когда придет какое-то искушение, испытание, чтобы мы могли различить, где опасность и уходить от этого. В этом Писание нас учит, чтобы мы не были как младенцы. Но в большинстве случаев Христос ставил пример для взрослых дитя. И вот одно из этих мест я прочитаю из 18 главы Евангелия от Матфея. 18 глава Евангелия Матфея с 1 стиха. «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном?» Их волновал такой вопрос. Кто больше? И неспроста. Потому что взрослые иногда начинают о себе очень много думать. И такое произошло и с учениками. И Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них. И сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Наглядный урок для взрослых. И здесь ученики начинают задумываться, что же это за учение. Он поставил нам дитя. Люди ищут какой-то великой мудрости в этом мире. Своим разумом хотят очень многое постичь. Но Бог обращает внимание и говорит, подводит и говорит, «Итак, кто умолится, как это дитя, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Пред Богом мы должны смиряться. Этот мир страдает от того, что нет страха Божия, Писание говорит. Страх Божий – то, что нас ведет к познанию Его любви. Потому что, если мы хотим возрастать в Господе, мы должны иметь страх Божий. Дети, они слушаются родителей своих. Родители учат их послушанию. И это очень хорошо, потому что я помню, как мои маленькие дети росли. Когда они подходили, мы там жили, у нас было такое, как отопление водяное, трубы иногда горячие были. Ребенок не понимал, он не мог отличить. Но мы уже видя, когда он приближался, мы уже говорили, горячо, не подходи. И дитё не понимает. Всё равно подходит, надо было удерживать. Однажды я подошёл и проконтролировал, дал немножко прикоснуться. И дитё испугалось, но я дал эту возможность очень на короткое время и забрал ручку. Но я дал возможность. И когда в следующий раз я сказал, что горячо, дитё уже не подходило, она уже знала, что это горячо. В нашей жизни Господь иногда допускает. Вот мы настойчивы, не понимаем, куда-то, как сказать, колеблемся и лезем. Бог проявляет свою милость, Он нас даёт нам возможность и забирает нас, не допускает этому. Хорошо, когда мы, как дети, доверяемся Слову Божьему, которое говорит, что то опасно. И на основании Слова Божьего, не на основании своего разума или опытов, мы доверяемся Слову Божьему и учимся страху Божьему и Слова Божьего. И мы избегаем многих опасностей. Я ещё прочитаю, это будет из Евангелия от Марка. Подобное место в 9 главе Евангелия от Марка с 33 стиха, 9 глава Евангелия Марка, 33 стих и ниже. «Пришёл в Капернаум и, когда был в доме, спросил их, о чём дорогою вы рассуждали между собою?» Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собою кто больше. И Сев призвал двенадцать и сказал им, «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». И взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им, «Кто примет одно из таких детей во имя моё, тот принимает меня, а кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня». Братья и сёстры, здесь мы видим ответственность, которую Бог возлагает на нас, взрослых, в воспитании детей. Бог говорит, чтобы мы не ставили никаких соблазнов для наших детей, чтобы мы были внимательны к тому, что в нашем доме, чтобы ничто не соблазняло их с самого маленького детства, чтобы мы, как взрослые, уже понимая, что полезно, что не полезно учили наших детей. Бог, мы уже на протяжении этих дней, которые вот были и вчера, и конференция учителей воскресных школ была тоже, очень много говорилось о воспитании детей. И кроме этого, очень много отмечалось или ставилось во внимание, что в воспитании детей главную роль играет семья, отец, мать, и более всего, конечно, отец, но не церковь, не воскресная школа, не школы какие-то, а прежде всего в семье. И Бог, как мы слышали, будет спрашивать нас, родителей, ни церковь, ни воскресную школу, которой мы доверяем наших детей, но будет прежде всего с нас спрашивать. И наша ответственность в том, чтобы мы научили наших детей веровать в Господу, чтобы ходить святою жизнью пред Богом, и научить их страху Божьему. Как я уже говорил ранее, в этом мире очень мало страха Божьего. И вообще Писание говорит, что всякие неверующие в этом мире не имеют страха Божьего. Есть люди высоконравственные в этом мире, но они также не имеют страха Божьего. Писание говорит одинаково. Самый явный грешник, который вообще бессовестно грешит и ни с чем не считается. Или тот высоконравственный человек в этом мире, который можно порядочно поступает, но Писание его ставит на один уровень и говорит, нет страха Божьего в глазах их. Когда человек своим интеллектом или разумом надмивается над Словом Божьим или не соглашается со Словом Божьим, или ставит свои добрые поступки выше учения Слова Божьего, он надмивается и нету у него страха Божьего. Но в познании Господа мы должны развиваться одинаково и познавать любовь Божью. Если мы возрастая в познании Божьем, только будем, как сказать, все время развиваться в том, чтобы познавать страх Божий, для нас Бог будет как бы все время наказывающий, строгий. Мы должны познавать любовь Божью. Но когда мы познаем любовь Божью, а о страхе не говорим, это тоже как бы одностороннее развитие в нашей жизни. То есть мы допускаем очень многие поступки, которые нас могут увести от Господа. Все должно быть очень равномерно и этим управляет Господь, Дух Святой. И Он хочет, чтобы мы обращали свое внимание прежде всего на Его Слово. И другое место из Священного Писания я прочитаю, братья и сестры, это Лука, 22 глава. Евангелие от Луки, 24 стих. «Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им, цари господствуют над народами и владеющими благодетелями называются. А вы не так. Кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий? Ибо кто больше, возлежащий или служащий, не возлежащий ли? А Я посреди вас, как служащий. Но вы прибыли со Мною в напастях Моих, и Я завещеваю вам, как завещевал мне Отец Мой Царство. Да едите и пьете за трапезой Моею в Царстве Моем и сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых. Этот спор, даже как здесь отмечается, спор был между учениками Иисуса. Кто из них больший, а кто меньший. Вообще Бог не, как сказать, не запрещает нам стремиться к большему или быть великими, но только в Боге. И это место, которое говорит нам быть великими в Боге, я прочитаю, есть такое место послания апостола Павлом Галатом в пятой главе написанной. Двадцать второй стих, пятая глава. Послание Галатам. Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Когда мы возрастаем в этом, чтобы быть великими в этом, Господь нас благословит, ибо это Его желание, чтобы мы были великими в этом. В воздержании, в любви, в благости, в милосердии, в вере, это божественное направление нашего величия в Боге. И Бог хочет, чтобы мы в этом возрастали, но для этого нам нужно покоряться, как дети, Его Слову Божьему. И пусть поможет нам Господь принимать это Слово и учиться, прежде всего, из Его Слова, величию в Боге, величию в вере, в терпении. В другом месте я хочу просто отметить такое место из Священного Писания. Это, кажется, записано к посланиям к фессалоникийцам. Апостол Павел говорит, что нет нужды писать вам, братья, о братолюбии, ибо вы сами научены Богом. Бог учит нас братолюбию, и Он желает, чтобы мы возрастали. И там же апостол Павел говорит, умоляю вас, чтобы также продолжать и возрастать. Это очень важно для нас, возрастать в братолюбии, в сострадании, в терпении друг к другу и быть дружелюбными. То есть приятно относиться друг к другу, никогда ни в чем не укорять, не унижать или как бы отметить человеку, показать какой-то на его недостаток. Но Писание иногда учит нас быть твердыми, когда касается что-то против греха, настойчиво сказать, что это неправильно, мы должны быть твердыми, но не в том, чтобы укорять или не проявлять дружелюбие или любовь. Все должно быть в любви. И да благословит нас Господь, научиться из Его Слова быть как дети, быть послушными Господу, нашему небесному Отцу. И мы совершим в страхе Божьем, по Слову Божьему, это благословение над нашими детьми. Я приглашаю всех братьев, служителей, дедушек, чтобы мы благословили детей и помолились над нашими детьми. Да благословит Дед. Божьем здание. Молимся, братья и сестры. Отец наш небесный, во имя Твое, мы благословляем этих детей, принося их Тебе, Господу нашему, Богу благословляющему. Господи, со всей верою и упованием на имя Твое, мы приносим их Тебе, Господь, чтобы Ты их благословил, чтобы Ты дал им Господи, как Ты дал им хороших родителей, Господи, чтобы их жизнь, Господи, в Тебе была, чтобы они познавали Твою любовь от самого детства. Господи, возрастали страхи Божьи. Господь, благослови их сердце, чтобы они, Боже, были великими в вере, в терпении, в воздержании, когда придет их поколение, чтобы они могли быть лидерами, научающими людей и другие, Господи, Твоей правде. Благослови, чтобы их жизнь была святой. Благослови их здоровье, Господь. Благослови их жизнь, Господь. Благослови их семьи, этих детей, Господь. Благослови Твоим благословением, Отче. Мы приносим к Тебе, потому что Ты, Бог, благословляющий, и Ты желаешь их благословить. Твои руки обнимали детей, прижимали, и Ты, Господи, благословлял. И Ты Сам говорил, чтобы мы не препятствовали, потому что Твое желание, Бог, есть в том, чтобы благословить наших детей. Господи, во имя Твое мы благословляем и призываем Твое имя. Да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя. Да презрит Господь светлым лицем Своим, и помилует Тебя. Да обратит Господь лице свое на Тебя, и даст Тебе мир. И все мы скажем Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, есть сила и слава во веки. Аминь. Слава Богу, прекрасно. мы мы немножко подождем, пускай память останется, детки будут знать. Давайте мы встанем, братья и сестры. Псалом номер 699. Пусть Иисус моим сердцем владеет, в мыслях и чувствах лишь Он пусть живет. Когда будем петь эту песню, давайте будем вникать в слова. Мы будем провозглашать и говорить каждый из нас, пусть Иисус моим сердцем владеет. И всем и в мыслях и чувствах лишь Он пусть живет. Пусть это будет только, братья и сестры, везде, не только в собрании нашем, не только где-нибудь, где мы находимся в обществе, когда мы обращаемся к Господу, но на работах наших, в домах наших, в машинах наших, везде пусть будет. Иисус владеет нашими и мыслями, и чувствами. Слава Ему! И мы будем также совершать наше служение, служение десятин, приношение во имя Господне. Будем это делать. Пусть нас Бог благословит. Пусть Иисус моим сердцем владеет, мы срятки чувством и шоку живем, больше любви ведь никто не имеет, но лишь покой мое сердце найдет. Он назаводится, полно добиться, Братец Спаситель навеком со мной. Он обещал, никогда нас не покинут, буря не страшно стремлюсь я домой. Он обещал, никогда нас не покинут, буря не страшно стремлюсь я домой. Христос Иисус даровал мне победу, мощной рукой благовы разбил, силой любви только душ сокрушил он, мира и мою душ и зли. Он назаводится, полно добиться, Братец Спаситель навеком со мной. Он обещал, никогда нас не покинут, буря не страшно стремлюсь я домой. Он обещал, никогда не могил, буря не страшно стремлюсь я домой. Если в военне еще я слабею, он лишь один слабый дух укрепи, но я подло очищение имею, силу и радость душе он дарит. Он назаводится, полно добиться, Братец Спаситель навеком со мной. Он обещал, никогда нас не покинут, буря не страшно, стремлюсь я домой. Он обещал, никогда нас не покинут, буря не страшно, стремлюсь я домой. Морчится труд, мой селенья святые, он лишь тобою меня приведет, мир не нарушат страдания земные, ночи кровять я пойду надо днем. Полно заботится, полно добиться, Братец Спаситель навеком со мной. Он обещал, никогда нас не покинут, буря не страшно, стремлюсь я домой. Он обещал, никогда нас не покинут, буря не страшно, стремлюсь я домой. Боже наш, как величественное имя Твое по всей земле, слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его. Немного Ты умолил его предангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи Божий наш, как величественно имя Твое по всей земле! Дорогие братья и сестры, сегодня вам послужат ученики нулевого класса, школы и родного языка родничок, и через это мы хотим прославить Господа нашего Иисуса, Творца всей Вселенной. Господь сказал, да будет свет, и наступило утро, в душе моей неверия нет, Бог все устроил мудро, Он созвал солнце и луну, живое все на свете, чтобы на природу я взглянул, следы Творца заметил. Бескар мне скажет и Дельфин, и Соловея, и Беркут, что есть природа властелин, на всех Он смотрит сверху, какая радость на лугу, цветами любоваться, я счастлив ныне, что могу расти и удивляться. Любит Бог цветы на поле, очень бережно растит, любит маленькую пташку и в руке своей хранит, любит каждую травинку, любит каждый ручеек, славит Господа со мною малый резвый мотылек. Святами яркими весна украшу Бог Талины, хочу я его свято расти на доброй ниве. Хочу я благохать маленький цветочек, хочу я представлять и свят и день ночи. Бед имя в радости святой живу и весел усо, хочу я детской душой преславить Иисуса. Зимой в час бури за окном, весной под южным ветерком, когда-нибудь думал друг, кто север сотворил ее. Ну, кто сделал так, чтобы на полюсе веками громоздились следы? Ну, кто повелел, чтобы в жарком поезде пестрелили круглый год святые? Не верь, что сделал случай, все сотворил Творец могучий. Благодарю Творца Владыка за то, что имеешь зрение и видишь лирию, воздивку, поснежники и цветы сирен, за васильки и за тюльпаны, за дай любви неизреченной. Пусть гусли сердце и тюльпаны пославят Господа сиреной. Соловей сказал Синичке, мне хотелось очень знать, почему на свете людям ночь навечно хлопотать. Та ответ ему собечек, я так думаю, порой нету ни отца на свете, который пытает нас с собой. Солнышко сияет в небе голубом, землю озарает светом и теплом, птички полетели с южной стороны, радостно запели песнику восемь. О, жила природа глупых и травой, зеленее исходы леш умит листвой. Небо необъятно, в сердце мир покой, Божье, как приятно видеть образ твой, радостно сегодня дух мольбе палит, вновь рука Господня нам весну дарит. Спасибо. А весна пришла такая нежная Встали слышны уж ее шаги. Здравствуйте, сказал поснежник нежливо, поднимая к солнцу небески. Весна нам пришла посмотри погубь, а ты полегон открылся мой губь. Пожили и птицы, и растения, грехи пробуждаются о снах. Что же ты стоишь, мой друг, расселена, посмотри, уже пришла весна. весна в дом пришла, посмотри в огонь, а ты далеко от креста мой друг. посмотри, посмотри, какое небо синее, солнца луч тебе желает встань, и стягну себя сломливо зимнюю, расслабляй спасителя христа. весна весна в дом пришла, посмотри вокруг, а ты далеко от креста мой круг. весна в дом пришла, посмотри, смотри вокруг, иди ко месту поскорее друг. Субтитры 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 Я взял тогда перевод греческий, септуагинту, и там написано, что план Божий был сотворить человека по образу и по подобию. И вот слово «образ», которое там написано, это икона, и подобие – гомеосин. То есть это совершенно разные слова, а 27 стих говорит, и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил их. То есть дважды повторено слово «икона», но ни разу не сказано о подобии. И для меня тогда стал вопрос, а почему же так? А что такое образ вообще? Образ – это есть отпечаток оригинала. И Бог сделал отпечаток свой в человеке. Бог создал человека каждого по образу своему. И поэтому человек, рождаемый на эту землю, он носит в себе образ Божий. Но Божий план не только в том, чтобы мы были отпечатком Божьим, но чтобы мы были его подобием по образу и подобию нашему. Бог так хотел создать человека, но человек не был создан, потому что Бог знал свой план, и Он должен воплотить свой план. Он был в человеке, и это был долгий труд, и нужно было совершить определенное, чтобы человек стал подобным. И это возможно. И если кто-то скажет, невозможно быть подобным Богу, возможно, если Бог сказал это точно так. И вот я думаю, люди, которые называют себя православными, они имеют иконы в своем доме. И у нас были соседи, которые жили напротив нас, мы жили долгое время там. И люди благочестивые, они были православные люди, и у них висели иконы в доме, в уголочке. И мы когда заходили туда, мы видели, на столе лежит Евангелие. Они ведут благочестивый образ жизни, но вместе с тем иконы висят. И я спрашивал, скажите, а вы что, молитесь иконам? Они говорят, ну что вы, разве мы можем молиться иконам? Мы просто, они, эти иконы напоминают нам о Господе, но мы взываем к нашему Господу, к нашему Спасителю, к Иисусу Христу. И вы знаете, я видел, что все-таки Господь произвел определенную работу в их жизни, и они могли жить на этой земле жизнью отличной от тех людей, которые не служат. Поэтому, дорогие друзья, мы должны понимать, что христианство, оно существует уже две тысячи лет, и мы не имеем монополию в себе лично, чтобы сказать, что наша вера самая правильная, мы самые правильные, а то, что было до нас, оно было неправильное. Нет. Бог ввел свою церковь, и люди спасались, и спасались непонятиями нашими. Они спасались Иисусом Христом, которого они приживали в свою жизнь. Они спасались тем, который пришел, оставив славу небес, для того, чтобы взять на себя грех, мой и твой, и чтобы своей кровью, своей праведной жизнью искупить нас от власти греха, и предоставить Богу чистыми и непорочными. И вот второе слово – подобие. Подобие – это то, что, ну, абсолютно, можно сказать, идентично оригиналу, но и немножко отличается. И вы знаете, как понять это слово «подобие», его можно объяснить, как в геометрии объясняют, допустим, что есть предметы одинаковые по форме, но разные по величине. Допустим, это шар. Шар может быть маленький, шар может быть огромный, но и то, и другое – это шар. Они подобны друг другу, различаются по размерам. Или возьмите равносторонний треугольник. Он может быть очень маленький, микроскопический, он может быть огромным, но одно и другое – это подобие одно другому. И поэтому Бог хотел, чтобы человек, которого Он сотворил на этой земле, чтобы он был не только отражением Его образа, но чтобы он был подобием Его. И Бог достигает этого подобия. Бог достигает Его цель, чтобы она была достигнута в каждом из нас, чтобы жизнь Божия, она проявилась в нас, чтобы мы были подобными Богу, живя здесь, на этой земле. И вот как-то мы рассуждали с братьями на эту тему, что все-таки Бог создал именно по образу Своему, и подобия здесь нет. И прошло время, и один брат ко мне подходит, который действительно живет Словом Божиим, который углубляется в Слово Божие, пребывает в нем. И он мне говорит, брат, я, говорит, нашел ответ на вопрос. Пятая глава «Бытие» говорит так, первый стих. Вот родословие Адама. «Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его». Итак, в жизни Адама мы видим то Слово, которое планировал Бог воплотить в человеке, и в нем он воплотил. «Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его». И я понимаю так, что в жизни Адама произошло не только падение. Мы склонны наши проблемы свалить на Адама. Вот если бы Адам не согрешил, то мы бы сейчас жили в полном единении с нашим Богом. В нашей жизни не было бы греха. Но скажите, может ли случиться в нашей жизни что-то, чему Господь не повелел быть? Вы помните, как у Иеремии написано? «Кто это сказал? И то может быть, чему Господь не повелел быть». Бог знал, что в саду Эдемском будет грехопадение. Бог знал, что древний змей, он восстанет против человека и увлечет человека в грех. Бог прекрасно знал. И если бы он этого не знал, то не был бы уготован агнец, уготованный прежде сотворения мира. И он не был бы во спасение каждому человеку, живущему на этой земле. Но Бог предусмотрел абсолютно все. И Бог живет вне времени. И для Него прошедшее, настоящее будущее – это одно и то же настоящее время. И поэтому эти тайны, которые сокрыты в Боге, мы их, возможно, даже и не понимаем. Но это именно так. И вот я так думаю, ага, он мне говорит, что смотри, я нашел, что Адам уже был по подобию Божию. Я думаю, да, действительно. Потому что Бог открыл Адаму не только опасность, которая подстерегала его в Эдемском саду, но Бог привел Адама к исповеданию его собственного личного греха. И Бог открыл Адаму, что семя жены поразит семя змея в голову. А семя жены – это, конечно же, Иисус Христос. И мы думаем, что Он, может быть, те люди, которые жили до нас, они не понимали так четко, как мы понимаем Божий план спасения. Но я так не думаю. Я думаю, что если мы, только имея Слово Божие, и мы, имея общение в нашей молитве, в духе нашем с Господом, разумеем тайны Божии, то тогда, когда Бог имел общение с каждым человеком лично, когда Он обращался к Нему, когда Он говорил с Ним, когда Он наставлял, открывал Ему свои тайны, то те люди тоже знали Божий план спасения. Мы сегодня склонны к тому, чтобы сказать, что рождение свыше стало возможным только со дня Пятидесятницы, или сказать то, что рождение свыше стало возможным только тогда, когда Дух Святой сошел на человека, и когда человек крещен Духом Святым. Но Слово Божие говорит, что «Всякий верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Всякий, кто принимает Иисуса своим Господом, Он встает Детем Божиим». Вы помните, 1 глава Иоанна говорит так, что «Пришел к Своим, и Свои не приняли Его, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими». И если мы верою принимаем Иисуса Христа, пришедшего две тысячи лет назад во плоти на эту землю, мы получаем рождение свыше именно через нашу веру. И те люди, которые верили в грядущего Иисуса Христа, они получали тоже возрождение. И если вы сомневаетесь, мы проследим дальше. И вот эта цель Божия, чтобы возродить мертвый дух в человеке, и чтобы этот человек стал живым для Бога, и чтобы этот человек стал храмом Божиим, храмом Духа Святого, живущего в Нем. И вот эта тайна, мы с вами прочитали в Колоссянам, она открыта святым Его. А кто же такой святой? Святой, мы понимаем, это отделенный от мира. Святой – это тот, который живет духовно, нравственно, жизнью чистой, непорочной. Это совершенный человек. И вот, что такое святой, что такое отделенный, мы немножко можем посмотреть. Вторая глава Бытие с первого стиха. «Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и осветил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Итак, смотрите, из семи дней недели шесть дней были посвящены труду, а один день был отделен от остальных седьмой день. И как Слово Божие говорит, «и осветил его Бог», то есть отделил от остальных дней. Он по суткам, по часам, возможно, такой же, как и все остальные. 24 часа в наших сутках. Мы не знаем в Божьих сутках, какие это часы. Мы знаем, что у Бога один день, как тысячу лет, и тысячу лет, как один день. Но Бог отделяет, освящает. То есть человек, который отделен от этого мира, который не живет жизнью этого мира, он уже святой. И для такого человека написано, «Святый досвящается еще, и праведный дотворит правду еще». И вот, дорогие друзья, человеку эта праведность, она дается через веру. Вы помните, Бытие, 15 глава, когда Бог призвал Авраама, и Он вывел, написано, 15 глава, 5 стих, «И вывел его вон и сказал, «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если можешь счесть их». И сказал ему, «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность. Итак, дорогие друзья, праведность, она не наша составная часть, нашего естества, она вменяется нам. Она вменяется тогда, когда мы поверили Богу. И я рассуждал и думал, «Господи, но почему праведность вменяется по вере?» Вы знаете, это опять Божья тайна, потому что через веру человек потерпел крушение в своей жизни. Бог сказал, «Не ешь от дерева познания добра и зла, ибо в день, в который ты вкустишь, от него смертью умрешь». Но мы должны понимать и другое, что есть величайшая сила обольщения. Когда человек ложь принимает за истину, в это и есть обольщение. И вот враг обольстил первого человека, обольстил Еву и сказал, что нет, это неправда. Если ты вкусишь от этого дерева познания добра и зла, у тебя зрение будет лучше. Ты увидишь то, чего ты не знаешь. Ты узнаешь то, чего ты до сегодняшнего дня не знал. И когда вы вкусите, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Итак, смотрите, друзья, неужели не без веры человеческой пришло грехопадение в жизнь человека? Конечно же, через веру. То есть, Ева поверила, что это действительно так, что это благо для нее. Но Бог знал, что это уже верою. Когда человек поверит Богу, Бог спасет человека. Итак, Авраам поверил Богу, и Бог вменил ему его веру в праведность. И что из себя представляет вера? Вера, Слово Божие, мы читаем послание евреям, 11 глава, там написаны такие прекрасные слова. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Так Слово Божие нам говорит о вере, и мы понимаем, что это действительно так. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Люди этого мира, которые рассуждают над смыслом слов, в словаре пишут так. Вера – это признание чего-либо истинным, без опоры на факты или логику, и лишь на основании внутренней уверенности, которая не нуждается в доказательствах. То есть, братья и сестры, скажите, когда Дух Святой коснулся нашего сердца, и мы уверовали, что у нас есть Спаситель Иисус Христос, который берет на себя наш грех. Мы прибегаем к Иисусу Христу? Конечно же, прибегаем. Мы приходим к Нему и принимаем Его верою, что Ты наш Господь и Ты наш Спаситель. Но почему это мы делаем? Потому что Дух Святой трудится над нами, и Дух Святой открывает нам сущность нашей жизни. Дух Святой открывает нам, что мы грешны и порочны на этой земле, и что мы нуждаемся в искуплении. И вот, дорогие друзья, вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И вот, когда мы читаем 11 главу, то там целый сон мужей веры. Смотрите. «Верую Авраам принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил он свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его ею. И он по смерти говорит еще». То есть, верую Авраам принес Богу жертву такую, какая была угодна Богу. И этой же верой он получил свидетельство, что он праведен. Праведность через веру. Дорогие друзья, это истина Божия, которая дает нам эту праведность через веру. И нельзя сказать, что тот человек, который сегодня уверовал, он в сущности своей стал праведным. Нет. Но он родился для праведности Божией. Он родился как дитя Божие. И ему еще нужно возрастать. Но Бог видит в нем свою цель. И он на многие вещи до пори до времени закрывает глаза для того, чтобы дать нам возможность осознать свою жизнь и привести ее в полное соответствие с Божьим планом. То есть, Авель получил свидетельство внутри себя, что он праведен, через то, что он имел веру, и он принес ту жертву, которую принимал Господь. Дальше написано, «Верую Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Итак, дорогие друзья, мы знаем жизнь Еноха. И мы знаем, как написано там всего, очень коротко написано, в пятой главе Бития, но очень содержательно. Жил Енох 65 лет, и после этих 65 лет в его жизни что-то произошло. Произошла какая-то перемена, что он 300 лет ходил пред Богом, и эти 300 лет жизни, что значит ходил пред Богом? Он ходил пред Богом, и греха в его жизни не было. И написано, что он не увидел смерти, и не стало ему, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего он получил свидетельство, что угодил Богу. Друзья дорогие, если мы живем жизнью Божией, если мы живем свято и непорочно, то Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, и мы имеем дерзновение к Богу. Почему? Мы поступаем в этом мире так, как Он поступал. Мы переходим в то состояние, что мы называемся подобными Богу. Дальше написано, Верую Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благовея, приготовил ковчег для спасения дома своего, ею осудил он весь мир, и сделался наследником праведности по вере. Верую Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верую обитал он на земле, обитованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком, Иаковом, сонаследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Вы знаете, когда я рассуждал над этими стихами, я получил для себя лично огромное откровение, потому что мы очень часто о себе думаем больше, нежели это должно думать. Я помню то время, я еще был намного моложе, и я проводил разбор каждое воскресенье, разбор слова в нашей церкви, там в Запорожье, и однажды мне задали такой вопрос, а вот эти мужи, которые описаны в Ветхом Завете, ну такие, как Данил, там допустим, как Давид, и другие, Самсон, могли ли они быть в теле Христовом, в церкви? И я сказал, конечно же нет, этого не могло быть, потому что еще Иисус Христос не пришел, Он еще не пострадал, Он еще не пролил кровь за нас, Он еще не воскрес, поэтому это Ветхий Завет. Но вы знаете, прошло немножко времени, и я поменял свое мнение. Ветхий Завет, это не то, что отменяется Богом в Новом Завете. Ветхий Завет, это то, во что мы рождаемся. Мы рождаемся грешниками на эту землю, и для нас действует закон, который ставит рамки вокруг нас. И один брат проповедовал, говорил, закон, это как железная клетка, в которой находится дикий зверь. И этот дикий зверь тебя не тронет, только потому, что ему не дает эта железная клетка. Подобно так, для невозрожденного человека действует закон Божий, и ему сказано, не убивай, не кради, не уже свидетельствуй, не прорубодействуй, не пожелай, это его ограждает. И он знает, что если он будет эти заповеди нарушать, он потерпит за неисполнение этих заповедей, потому что тот же закон справедливости говорит зуб за зуб и око за око. Но благодарение Богу, что еще в Ветхом Завете, в так называемом, в том периоде, который был до Иисуса Христа, уже действовала Божья благодать, и уже действовала сила Божия, и тот закон, на двух скрижалях, он был сведен к тому, что это только две заповеди. И первая скрижаль говорит, возлюби Господа Бога Твоему, Твоего всеми силами, всем разумением, всею крепостью Твоею. И вторая заповедь, возлюби ближнего Твоего, как самого себя. И в Новом Завете Иисус Христос говорит, на этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Итак, друзья, дорогие, весть новозаветная, она была открыта в то время, до пришествия Иисуса Христа. И люди понимали. И я думаю, что вот этот десятый стих послания евреям 11 главы, он говорит очень о многом. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Мы сегодня, конечно же, знаем, потому что мы имеем большее откровение, мы имеем завершенное Слово Божие, которое мы с вами читаем, и мы знаем, что этот город, которого художник и строитель Бог, это Новый Иерусалим. И мы не должны говорить, что те ветхозаветные люди или люди, жившие до прихода Иисуса Христа на эту землю, они были ущербны в чем-то, им чего-то не доставало, и они не могли достигать того, чего достигает церковь. Нет, это не так. Бог сказал, Иисус Христос сказал, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Да, период церкви настал с Его воскресения, с того момента, когда Дух Святой сошел на эту землю. Это действительно, это был день рождения церкви. Но к этой же церкви, к телу Христову, принадлежали те люди, которых мы не знаем, но которые даны нам как образец веры, как образец подражания, потому что дальше я не могу просто перечислять всех мужей веры, их очень много. И апостол Павел говорит, что не достанет мне даже времени, чтобы повествовать о всех мужах веры, но здесь написано так, те, которые жили раньше, я 11 главу с 34 стиха читаю, угошали силу огня, избегали меча, укреплялись в немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение, другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелотях и кожих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления, те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все сии, свидетельственные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел от нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Итак, дорогие друзья, какого совершенства они могли достичь вместе с нами? То есть, 40-й стих говорит, Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они, то есть, те мужи веры, которые засвидетельствованы в Слове Божьем, не без нас получили, достигли совершенства. И совершенство достигается только тогда, когда полное совершенство, когда мы воскреснем из мертвых, или же те, которые доживут до того момента, когда Христос придет за Свою Церковью, они будут изменены во мгновение ока и соединятся с Господом навеки и навсегда. Итак, дорогие друзья, здесь сказано, что те мужи веры, те святые и праведные мужи Божьи, которые жили до прихода Иисуса Христа, они вместе с нами достигнут совершенства. Поэтому мы не должны думать о себе больше, чем должно, потому что Бог достигал своей цели в тех людях, которым Он открывался и которым Он открывал тайну свою. И вот вы знаете, когда я смотрю на все эти происшествия, на всех этих людей, которые засвидетельствованы в вере, то я могу еще сказать одно, что они верили в грядущего Иисуса Христа, который есть Мессия, который есть Сын Божий, который есть Искупитель, этого мира. Недавно к нам на разбор пришли два брата, и они называли себя единственниками. И вот они очень так резко вступили в общение и начали доказывать свою теорию, что Бог не един, а Бог один. И тогда мы задали вопрос, хорошо, а кто для вас Иисус Христос? Они говорят, это Отец. И вы знаете, благодарение Богу, что наши братья очень хорошо подкованы, и один брат говорит, а как же написано, что воскресший Иисус Христос, когда встретился с Марией, и Он сказал, пойди и скажи братьям моим, что я восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему. То есть, Отец и Сын это разные личности, это разные. Сын Божий есть Сын Божий, Отец есть Отец, но Сын Божий это Бог, и Отец это Бог. Но тогда они говорят, Дух Святой это вообще не личность, но, братья и сестры, Дух Святой личность, потому что, если мы обращаемся к Нему, и если Он обращается к нам, и если Он проводит свою работу, просто действительно нам не хватит времени для того, чтобы доказывать все эти истины, но вспомните одно место, когда Анания пришел к апостолу Петру, и апостол Петр говорит ему, слушай, а за столько вы продали землю? Он говорит, да, за столько. И он говорит, что это ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому? Ты солгал не человеком, но Богу. Так здесь он солгал Духу Святому, и здесь же написано, что он солгал Богу. То есть, Дух Святой это Бог, Иисус Христос это Бог, и Отец это Бог. И вот второе место, которое наши братья тоже подтвердили, говорят, а как же написано, когда Иоанн в первом послании во второй главе говорит, дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем предотцом ходатая, Иисуса Христа праведника, Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Итак, смотрите, Отец сидит на престоле, а десную престола находится Сын Божий, Который ходатайствует за нас, и Он, как написано в подлиннике, Он есть наш адвокат пред Отцом нашим небесным, то есть, Иисус Христос и Отец Небесный, они находятся на небесах, они находятся на престоле, и это разные личности. И вот смотрите, эта истина была открыта еще далеко-далеко в Ветхом Завете. Вспомните Иова. Мы часто цитируем это место, подтверждая о том, что Он знал об Иисусе Христе. Это Иова, 19 глава, 25 и 26 стихи. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою, и я во плоти моей узрю Бога». Скажите, кто для Иова был Искупитель? Да, конечно же, грядущий Мессия Иисус Христос, потому что у Бога нет ни вчерашнего дня, ни грядущего дня, у Него все сегодня. И Иов знал, что у Него есть предотцом Искупитель. Но вы знаете, мы часто это место цитируем, но когда мы читаем Слово Божие усердно, Бог нам открывает больше, чем мы слышим от других. И вы знаете, я не знаю, в какой раз я перечитывал книгу Иова, как обычно, я читаю «От бытие до откровения». И вот я читаю опять эту книгу, это было пару лет назад, и я старался так очень внимательно читать, думаю, Господи, что Ты мне откроешь на этот раз? И вот 16 глава Иова, 19 стих, и написано здесь так, «И вот ныне, и ныне вот на небесах свидетель мой и заступник мой в вышних». Братья и сестры, кто этот заступник? Да, конечно же, Агнец Божий, да, конечно же, и Мессия, да, конечно же, и Его, да, конечно же, Тот, Который пришел во плоти и взял на Себя грех мой и Твой. На небесах свидетель мой и заступник мой в вышних. И в 17 главе Он говорит Богу так, «Заступись, поручись сам за Меня пред Собою, иначе кто поручится за Меня?» Скажите, братья и сестры, вот эта вера, которую имели мужи Божии, она вера во что-то абстрактное? Или они конкретно верили в Иисуса Христа? Братья и сестры, они верили в Иисуса Христа. И вот эта тайна возрождения, тайна, которая сокрыта от людей этого мира, но она открывается, этот Божий план, тем людям, которые призывают своего Бога в свое сердце. И вот через эту тайну возрождения мы получаем мир с Богом, потому что в послании римлянам в 5 главе мы читаем такие прекрасные слова, что мы получаем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Это говорит нам 5 глава. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой и славе Божьей. И не всем только хвалимся, но и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, а терпение опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши, Духом Святым данным нам. Итак, друзья дорогие, тогда, когда мы через Иисуса Христа получаем мир с Богом, а что значит мы получаем мир с Богом, когда с нас снят всякий грех и всякая нечистота, когда ничего не остается того, что разделяет нас и нашего Бога, тогда мир Божий вселяется в наши сердца, тогда мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. И тогда, мы с вами прочитали, любовь Божия изливается Духом Святым в сердца наши, данные нам. И это то первое прикосновение Божественной благодати, которое мы получим, приняв Иисуса Христа и получив мир с Богом, мы его ощущаем. И Бог знает, что мы, конечно же, это состояние первой любви, мы его потеряем, потому что мы ходим в этом мире, где враг ходит, как рикающий лев, ища кого поглотить, и Он будет оказывать попытки опять вернуть нас в погибель, опять забрать нас от благодати Божией. Но мы проходим этапы нашего становления как христиан, мы проходим те этапы, когда мы возрастаем духовно и когда мы можем побеждать то, что против нас воздвигает враг. Итак, дорогие друзья, тайна для язычников, мы с вами прочитали, что в этом есть тайна для язычников, когда мы ходим в Господе, когда мы живем другую жизнью совершенно, и вот эта тайна новой жизни, она непонятна людям этого мира. Вспомните вы Иосифа, когда он попал в дом Патифара. Ну, эта женщина блудная, жена Патифара, она смотрит на этого юношу, и она хотела совратить его, она хотела ввести его в грех, но если бы не Дух Божий, живущий в Иосифе, то он, конечно же, пал бы там, и с ним произошло бы огромное падение, и план Божий в его жизни никогда не был бы выполнен, потому что через грехопадение человек теряется, теряет благодати Божией, человек должен потом начинать все сначала, но первоначальный план Божий, он был бы потерян, и вот непонятно, но он остается праведным, чистым, он убегает от греха, и это большой пример для каждого из нас, кого враг соблазняет сделать грех. Братья и сестры, нам дана сила от божественной силы его, и мы можем все преодолевши устоять, и тогда, когда прошло уже время, и Иосиф предстал пред фараоном, то фараон мог сказать, что в нем Дух Живого Бога. Вы понимаете, языческий царь, фараон, увидел этого человека, и он сказал, да, он не простой человек, потому что он не такой, как мы, в нем Дух Живого Бога, и если окружающие люди увидели, и мы должны это видеть. Дорогие друзья, возьмите вы этих мужей Божьих, юношей, Сидраха, Мисаха и Альдинага, Бог провел их через то, что они еще в начале своего пути в царском дворце не осквернялись пищею от царского стола, потому что они знали, что для них это неприемлемо идольская пища, идольское мясо, и они остались верными Богу. Но потом, когда они уже были на должности министров в царстве царя Навуходоносора, и когда был сделан тот огромный истукан, которому мы должны были поклоняться все, они остались верными Богу. И вот доносят Навуходоносора и говорят, вот эти не поклоняются. И он призывает их, потому что они были ценные в его глазах, и он думал, что он своей властью, своим величием склонит к тому, что эти три мужа Божьих, они поклонятся этому истукану. Но они сказали, нет нам, царь, даже нужды говорить тебе об этом. Твоим Богам мы не служили, и этому истукану мы не поклонимся. И они верою победили этот страх, они верою угасили силу огня, они были брошены в эту печь, но они вышли невредимыми. И вы знаете, когда вера достигает своей цели в нашей жизни, это является огромной евангелизацией, потому что были посланы письма Навуходоносорам во все области его царства, и было сказано в этом письме, что нет такого Бога, как Бог Сидраха, Месаха и Одинага, который может так спасать. Это действительно, но это только достигается через веру. Возьмите веру Даниила. Он имел внутри себя Духа Святого, он имел Господа внутри себя, и он трижды молился в день Богу. И когда те сатрапы, которые соперничали с Даниилом, увидели это, они хотели низложить его через его верность Богу, и они Дарию дали такой указ подписать, чтобы никто в течение месяца никому не обращался только к царю, но он обращался к Богу трижды в день, и вы помните, он был брошен в львиный ров. И после того, когда Бог его защитил и сохранил там, он был выведен оттуда, и он был поставлен выше тех сатрапов. Те сатрапы сами оказались в том львином рву, но после этого Дарий тоже издал указ для всех областей своего царства, и был превознесен Бог Даниила, который был живой, пресносущий, который мог так спасать. И вот сын Навуходоносора, когда была написана кистью руки на стене надпись, и он сильно боялся. И когда подозвали к этому Валтасару Даниила, Валтасар сказал, я знаю, что в тебе живет Дух Высокого Бога. Это действительно так. Окружающие люди видели это. Но, дорогие друзья, написано еще в первом послании апостола Петра. Мы читаем в первой главе с 9 стиха. Достигая наконец веру и вашу и спасение душ, к всему то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Итак, друзья, дорогие, что говорит нам этот стих? Что к этому спасению, которое мы сегодня имеем во Христе Иисусе, относились изыскания пророков, которые предсказывали о назначенной вам, то есть мне и вам благодати во Иисусе Христе, исследуя на которое и на какое время указывал в них, сущий в них Дух Христов. Друзья, дорогие, так какой Дух был у этих мужей Божих? Дух Христов, Дух Святой, Дух Божий, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. И я совершенно не склонен думать, даже допускать такую мысль, что те ветхозаветные пророки, которые писали о страдании Христа, о Его смерти, о воскресении, что они не понимали, о чем они пишут. Они абсолютно все понимали. Бог не закрыл от них ничего. И они достигали того, что в них был сущий Дух Христов. Итак, дорогие друзья, их вера вела к тому, что они достигали того, что и мы сегодня достигаем. Но здесь написано, что это тайна для язычников. И то, что мы с вами говорили, это действительно является тайной для язычников, потому что они не понимали, почему жизнь их соплеменников, жизнь их соседей совершенно изменилась, и они живут новую жизнью. Они не участвуют в делах, в бесплодных делах тьмы, но они служат Богу. И почему, в чем, какая причина? И вот в этом стихе, который был ключевой для нас, тайна, сокрытая от веков и родов, ныне же открытая святым Его, которым Бог, благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которые есть Христос. В вас упование славы. Итак, дорогие друзья, для всех людей, которые служат Богу, которые принадлежат Ему тайно, в этой святой жизни, она открывается только потому, что Христос в нас упование славы. И вот в свое время Христос сказал своим ученикам, это Евангелие от Иоанна, 15 глава, и он в этой главе говорил такие прекрасные слова, и он приводит такой пример, «Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградар. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод он очищает, чтобы принесла более плода». Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть в лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Итак, дорогие друзья, смысл нашей жизни, чтобы стать храмом Духа Святого, живущего в нас, чтобы дать место Иисусу Христу, живущему в нас, и только тогда, когда мы дадим место Иисусу в своем сердце, только тогда, когда Он наполняет нас, то только тогда мы сможем поступать в этом мире, как Он, только тогда мы будем подобием Божьим, и только тогда откроется та тайна, которая еще сокрыта от сотворения мира, но которая открывается каждому приходящему к Богу. Итак, эта тайна Христос в нас упование славы. И еще Господь сказал, по каким же признакам мы можем знать, что мы принадлежим Господу и Господь в нас. 6 глава Иоанна 54 стиха «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье, ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Итак, дорогие друзья, наше участие в трапезе Господней, это есть духовное приобщение к телу и крови Господа нашего Иисуса Христа, который в свое время, когда он был искушаем, процитировал слова, которые записаны в Ветхом Завете, что «Не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». И так как для нашего тела нужна телесная пища, которую мы принимаем, которую мы готовим, так для нашего внутреннего духовного человека есть духовная пища, которая есть Слово Божие, которой есть Сам Господь, которую мы принимаем, и тогда наш Дух растет, тогда Он доминирует над нашей ветхой природой, и тогда мы можем ходить путями Господнями. И так, дорогие друзья, еще много, конечно, есть мест, которые мы должны были бы разобрать, но, как всегда, времени у нас в обрез, но мы должны понимать, что та тайна, которая сокрыта от веков и родов, она открывается только в том, когда мы даем место Иисусу, когда Иисус Христос пребывает в нас, и мы пребываем в Нем, и тогда, когда это происходит с нами, то тогда мы живем совершенно другою, новую жизнью. И написано так, возлюбленные, если сердце не осуждает нас, то мы имеем дерзновение Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам. Итак, дорогие друзья, любовь к Богу, любовь к Лижнему, это является тем ключевым фактором и свидетельством, что мы пребываем в Боге и Бог пребывает в нас. Но мы верующие люди, мы познавшие Иисуса Христа. И вот есть одна такая хорошая поговорка. Люди говорят так, если Христос живет в твоем сердце, не забудь об этом сказать твоему лицу. Вы знаете, что это такое? Если действительно Христос в нас пребывает, оно будет отражено на нашем лице. И последнее место, которое я хотел бы прочитать сегодня или процитировать, вы помните, послание семи церквам в Откровении. И Господь говорит церкви своей, которую Он искупил, которая вступила в завет с Господом, что, дорогие, с вами не все в порядке. И вам я даю еще один шанс. И Он говорит, сестаю у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит, войду к Нему и буду вечерять с Ним, и Он со Мною. Поэтому, друзья, дорогие, если вы сегодня в вашей христианской жизни видите какой-то недостаток, видите, что вы не впустили Иисуса Христа в вашу жизнь, то знайте, сегодня Господь стучит в ваше сердце и говорит, открой. И если ты откроешь и впустишь меня, я войду в твой храм, и я буду с тобою, и я буду вечерять с тобою, и ты со мною. Это обетование Христа. Поэтому ни для одного человека нет ничего потерянного, того, что невозможно исполнить, потому что пока мы живем на этой земле, то те слова, которые произнес Иисус Христос, они действуют. Мири с соперником твоим, пока ты еще на пути. И это время для нас, для того, чтобы прийти к Богу одним за свидетельство, что ты, Господь, пребываешь в нас, другим сказать, Господи, войди в мое сердце, и я буду жить с тобою, а нашему Господу за все, да будет вечная слава Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Будем молиться, Господи.